Так, небольшое предисловие для вас. Вот сейчас походил, знаете, с S9, и что могу сказать? Мобила классная, для своих лет просто шикарная. Но те, кто сейчас говорят, что она до сих пор их устраивает, что до сих пор не вижу смысла обновляться там на S22, на S23, на S24, скажу вам так, что это все-таки брехня, потому что вот походил я сегодня с S9, и к нему уже требования пожестче, чем к какому-нибудь Galaxy S6 или Note 3, как я снимал раньше. И ты уже сравниваешь там видео, да, реально, сравниваешь реально скорость работы, понимаешь, что здесь он подтупливает, что здесь по видео не хватает далеко динамического диапазона очень часто, что постоянно какие-то подергивания, и что люди, которые ходят с айфонами, снимали там на айфон 10 в те годы примерно, да, то, конечно же, у них видео получалось в разы лучше. Оно было гораздо стабильнее, оно было гораздо плавнее, оно было гораздо предсказуемым. Здесь иногда картинка по цветам абсолютно не та, которой ты ждешь. Здесь очень часто происходит перестроение от белым к зонам к черным, и это происходит очень криво. Плюс еще вот эта вот какая-то некая дерганность и нестабильность присутствует. Ну а так телефон классный, то есть экран офигенный, звук хороший, процессора хватит для обычных задач в соцсети Match Messenger. Прекрасный виброотклик, он офигенно сидит в руках, им приятно пользоваться. Но как-то серьезно его нагрузить или снять на него реально крутые кадры или видео, ну, конечно, нет. Итак, поехали к обзору. Йо-йо-йо, здорово, народ, Димон Масл с вами. И сегодня на обзоре Galaxy S24+, Galaxy S20 FE, чуть-чуть, и Galaxy S9. S9, да, плюс, сегодня будет посвящен обзор этому телефону, когда еще были датчики пульса и всякой этой фигни, которую теперь они внедряют только в часы, и по факту вы за них переплачиваете. Вы берете часы не за 5000 рублей, а за 25, которые, кроме того, что из полезного, все, что они могут, это скидывать вам уведомления и помогать найти телефон, если вы его потеряли. Дальше, здесь был сканер отпечаток пальцев сзади, то есть вы могли на экран клеить все, что угодно, любое стекло, и при этом не терять во времени разблокировки. Здесь было две камеры, основной модуль и двухкратный телевик. Конечно же, по нынешним стандартам этого маловато, и хочется хотя бы трешечку. Но, тем не менее, у вас был офигенно красивый цвет, у вас была закругленная грань, у вас был закругленный экран спереди, телефон офигенно лежал в руках, я бы сказал. Да, у него были рамки снизу и сверху, они достаточно большие, зато не было никаких вырезов в экранах, у вас был 3D-тач, который чувствовал силу нажатия на эту кнопочку, и можно было делать именно кнопочку домой, такую более физическую, вы чувствовали эту вибродачу, это было прикольно. Световой индикатор, и вы видели, телефон лежит на зарядке, уже зарядился, есть какое-то пропущенное уведомление и так далее, вы все понимали по миганиям. Была, конечно, вот эта дурацкая сеточка динамика, и знаете, я сейчас сравнил звук между этими мобилками, S24+, чуть-чуть громче и басистее, чем S20FE и чем S9, но вот эта сетка, она забивается, и даже если брать сравнение S20FE и S9+, то звук у них, в принципе, похожий, за исключением того, что эта сеточка забивается, из нее звук со временем становится тише. Здесь, благо, я раздобыл максимально свежий S9, у него практически эта сетка в идеальном состоянии, все дырочки чистые, поэтому звук через нее достаточно громкий, и экран не выгоревший, поэтому мы смело можем сравнить экраны этих устройств. И знаете, в чем самая проблема? Что даже в те годы сюда Samsung ставил Quad HD разрешение, которое, да, он поставил в S24+, но не ставил в S23+, например, да, и уж точно не ставил сюда. И более того, какие-нибудь всякие S20FE, и A55, и прочие бюджетники, Samsung на них вообще в матрицах экономил капитально, потому что мы брали, ставили насыщенные цвета, и там, и там, здесь они назывались адаптивные, здесь они назывались насыщенные, да, и тем не менее, эти насыщенные цвета, они нифига нету не насыщенные. Мы просто заходим в тестовую менюшку, включаем красный цвет, и видим, что красный был красным, а стал оранжевым. И, конечно же, если красный у вас такой хреновый, то, конечно же, во всех сценариях вы цветов недополучаете. Будь это кетчуп в бургере, или семь цветов радуги, вы видите дерьмовенькую тухлую картинку, потому что даже Galaxy S9, которому уже, блин, дофига лет, боюсь считать сколько, был по экрану офигенной мобилой. Она офигенно лежала в руках, и так далее. Снимала 4K60. Может ли S20FE снимать 4K60 со своим процессором? Я думаю, что может, для него это не должно быть проблемой. Все-таки Snapdragon 865 должен давать свое. Здесь, соответственно, у нас есть такой режим 4K60 кадров в секунду. В этом плане все окей. И, конечно же, оно будет лучше снимать 4K60, потому что здесь можно начать видео и снимать сколько угодно по времени. На Galaxy S9 4K60 можно снимать, к сожалению, только определенное количество времени. И в данном случае это, по-моему, 5-минутный интервал. Да, то есть долгого видео вы здесь не снимете. Потом, что касается S20, да, 4+. Плюс тут все хорошо. Наконец-то, если настроить цвета, выкрутить насыщенность, то тоже матрица сочная. То есть, в принципе, к S24 поколению у меня вопросов по экрану нет. Как вы можете увидеть, действительно насыщенный красный хороший цвет. Но точно такой же, как в Galaxy S9. Если взять эти два телефона, поставить рядом, то сравнивать их по какой-то там максимальной насыщенности или там яркости, да, одинаковые они примерно. То есть, чуть-чуть белые побелее. Здесь чуть-чуть отдает в желтенький, тут он прям такую белизну отдает. Наверное, это, да, неплохо. То есть, какой-то минимальный прогресс есть. В этом плане экран этот желтый, блеклый S20 FE, просто ужас. Зато здесь процессор Snapdragon. И если мы будем выполнять какие-то задачи, да, вот смотрите, чтобы, допустим, найти какой-то 4K ролик на YouTube, да, скорости процессора Exynos 2400, вы просто заходите в поиск, пишите 4K, и у вас все максимально быстро работает, да, быстрее, чем я соображаю. Потому что, вот, 4K, 12-минутный видос, вы сразу так можете проматывать, у вас все работает, 4K, включаете, соответственно, качество, выбираете. И без проблем, мотаете на любую часть видео, и у вас 4K, сразу все идет, ничего не подлагивает, все замечательно. Вы быстро это сделали, можете раскрыть на весь экран, там прокрутить, туда-сюда, в общем, все окей. Проблем никаких не испытываете. Если вы будете то же самое делать на Galaxy S20 FE, то, в принципе, если у вас S20 FE не на Exynos, который действительно лагучий, который действительно греющийся, который уж точно не подходит для тяжелых игр, то, в принципе, S20 FE на Snap'е не по экрану, а как просто рабочая трубка с хорошей реально камерой, и... так себе экраном, но хорошим процессором, она хороша. Здесь вы тоже можете включить какой-нибудь 4K видос, тоже быстренько наслаждаться. Стереозвуки, защита от воды и пыли, все это у вас есть. Уже крышка пластиковая, ну, это пофиг в чехле, единственное, что теплоотвод по стеклянной крышке идет чуть лучше, чем по стеклянной. Так что здесь вы за 15 тысяч рублей можете взять кайфовую трубку, как вы помните, все эти телефоны продаются в моем телеграм-канале по ссылочке в описании и каждому видео. Все проверены, все прекрасны, и, соответственно, здесь у нас все ок. Тоже работает все быстро. А вот Galaxy S9 в 2024 году уже будут какие-то потупники. Так-то телефон хороший. Для всех задач его по сей день хватает. Он реально классный, он реально приятный в руках. И в руках он вот с этой стеклянной крышкой с этими закруглениями гораздо в руках приятней, чем тот же S20 FE. Если вы будете читать с него, смотреть какие-то видосы, то и по экрану он будет круче. Но в играх, конечно же, он будет сильно отставать. Итак, мы берем какое-нибудь видео, соответственно, также 4K на YouTube. Пытаемся вот так вот его открыть. Пытаемся выбрать качество. Другое. А здесь, в принципе, нет выбора качества, например. Ну, то есть, как бы, понимаете, какие-то моменты такие есть. И вот он выбрал мне 480p, а как мне поставить другое, ну, не совсем понятно. То есть, я листаю и подольше оно прогружает этот момент. Если там заблокировал, разблокировал, в принципе, работает нормально, но когда вы загрузите на него свои приложения, то уже будет не так приятно. И качество видео, вот в YouTube, например, надо его как-то, наверное, дополнительно обновлять. О, появилось 1140, но в 4K не появилось, например. А в 2K уже видите, как долго прогружается каждая часть видео, хотя сидят на одном Wi-Fi. И вот вы что-то включили там. Вот видите, например, все, затупил, да? То есть, я жму play, а оно play уже не делает. И вот с такими глюками вы будете сталкиваться постоянно, когда у вас будет старый телефон на старом Android, на старом процессоре. А если оно чуть-чуть поднагреется, то будет вообще беда. Сейчас вы можете выбрать качество хотя бы. Сейчас вроде заработал на Full HD, нормально. Но все равно, видели, или какие-то тупняки, они будут. К этому нужно быть готовым. Сейчас я пойду на улицу, поделаю несколько снимков, хочу сравнить эти две камеры с нашим S24+. Но прежде чем я это сделаю, я хочу вам показать скорость работы этих устройств в плане вот обработки того же самого видео. Например, мы берем U-CAD. Это видеомонтажер. И здесь мы берем тот же самый U-CAD. Мы видео одинакового разрешения 4K, одинакового размера, одинаковой длительности. Просто берем здесь и берем здесь. Добавляем его. Видите, здесь видео сразу прогрузилось. Тут долговато, да, заметили. И теперь мы делаем сохранить. И мы просто его конвертируем, например, в 25 кадров в секунду. Одинаковую задачу даем. И делаем сохранить тут и тут. И ждем, что у нас получится. Насколько быстрее Exynos, чем, ну, Exynos 24 года, чем Exynos какого там года получается, 18-го, наверное, да. Вот у нас идет скорость. Ну, примерно в два раза. А в два раза прирост это жесть. Конечно же, на маркетинговых презентациях нам каждый год говорят, что мощность чуть ли не выросла в два раза. Хотя по факту, вот за сколько лет она выросла, ну, почти в два раза. Где-то разница отрыв где-то в полтора, да. И сотка тут 70, где-то 1,7 раза, 1,8, даже не в два. Но тем не менее, здесь у нас уже все закончилось, тут достаточно долго. Поэтому, если вы требовательны к телефону в каких-то емких, тяжелых задачах, то, конечно же, на новых телефонах они будут выполняться быстрее и всяких тупняков вы будете встречать гораздо меньше. Но если вам просто нужна неплохая мобилка, которая неплохо фоткает, офигенно показывает, греется и разряжается достаточно быстро, конечно же, вам будет тяжело найти S9 Plus живым аккумулятором. Сейчас, чтобы он был оригинальный, вот с такими вот надписями сзади, да. Сейчас я вам покажу. Потому что вы покупаете S9 чаще всего с Алиэкспресса восстановленной. А на оригинальном S9 должны быть вот такие вот надписи сзади, например, и мейки его, да, которые должны совпадать с настройками. Стеклышки камер должны быть. Смотрите, какие. Видите, они темно-синие, там, большие, классные. И, соответственно, вот это вот оригинальная камера без какой-либо пыли там. Очень редко вы встретите телефон без шалей по корпусу 2018 года в 2024. Ладненько, иду сравнивать камеры на улицу. Возвращусь к вам с ответом. Короче, и подытожу, что вот эта мобила для большинства задач за 10 тысяч рублей, она кайфовая. Там заплатить, например, если вы в каком-то маленьком городке с небольшой зарплатой и думать, что вы возьмете в кредит вот какой-нибудь S24+, и вы так кайфонете после S9, чудо-вау эффект у вас не случится. Да, будет чуть побыстрее, да, будет чуть поярче фотки, да, будет чуть побыстрее все открываться, но глобальной разницы нет. Понятно, что у кого есть личные деньги, кто раз в год меняет телефон, они получают какие-то дополнительные преимущества, у них круто пишется 4К-видео, они могут переключаться между камерами, там, титановая рамка, все вот эти вот дела, но хотелось бы как будто бы немного большего за столько лет разницы. Итак, я погнал. Хочу обратить ваше внимание, как картинка на S24 прям плавно-плавно течет, куда бы я ни наводил, да, вверх, вниз. Она всегда плавная, плавно переходит от одного цвета к другому. На S9+, всегда есть какие-то рывки, подстроение композиции, оно не такое плавное, как на S24+. Так, ну что ж, походил я немного по улице, сделал немного кадров, немного видосиков, и вы знаете, когда я ходил с какими-нибудь Galaxy S4, Note 3, Galaxy S6 и сравнивал их там с S24 Ultra, и видел, что в общем-то все похоже, то я говорил, ну прогресса нет, фигня, хотелось бы большего. А здесь, от S9-то уже как бы ожидаешь, что будет еще ближе, еще круче. И вот я сейчас сравнивал S24+, и S9+, и все-таки здесь прогресс ощутим и по скорости работы, и по записи видео, и по фоткам. Сейчас я вам покажу. Давайте посмотрим, что я вообще наснимал, и сейчас вы поймете, о чем я говорю. Видите, на небо, насколько меньше засвечено. Видите, как свет, скачет. Таким, но это светло. Здесь я стабильная картинка. Тут то темно, то светло. Она S9+, картинка, ну такая, дергановатая. Касательно яркости картинки, мне нравится, и пересветы на небе жесткие. Возможно, у меня стоит стегловая яркость на S24, а из-за воды я лишний раз не буду лезть в настройки. Что касается зума, давайте посмотрим. 10-ти кратный зума. Видите, сколько шумов на S9. на S24+, конечно, нет плот, но зато все капли дождя вообще пропадают в голове. Но в целом, конечно, детализация на S24+, на шутер на улице. Да, детализация зума на S9+, на фоне новых телефонов. Искусственный интеллект, плюс новый процессор, искусственный интеллект. Плюс не будем забывать, что еще есть ширик. Благодаря ширику мы можем снимать больше пространства. Конечно, он более темный, и детализация его не сверх крутая, но тем не менее вы можете на него что-то поснимать. Касательно основного модуля вот так вот выглядит картинка. Немного разная цветопередача. Вот как дождь видно. Вот смотрите, как темно, да, потом светлее становится. На S9+, дождь видно, зашибись. Небо вообще не видно. Ну или просто голых чувака. Так, но на S24+, вы вот будете снимать дождь, да, вот так вот. Даже никто не заметит, что дождь идет, понимаете. Вы только будете показывать, что вот, смотрите, люди ходят зонтиком. Так, ведь вообще не видно дождя на S24+. А что думают, что они ходят зонтиком, если это? Зато посмотрите на небо, как четко оно отработано на S24+, и как фигово на S9. И вся эта бесконечная тряска. Топчем. Еще раз дождь смотрим. Но тоже какие-то засветы появляются на S9, да? Все-таки здесь прогресс капитальный, я бы сказал. Прогресс капитальный. Ладно, сейчас фронталку сравним. Видите, что получается? Что тут очень тяжело телефону подстраиваться под нужное освещение. Оно то темное, то белое, то оно сбивается во время даже смещения кадров. касательно тряски. Когда я снимал, тряска была больше. Сейчас, когда я смотрю видос, в общем-то, тряска практически не видно. Итак, что касательно фронтальной камеры на S9+, какой-то звук. Нельзя было ее переключать между задней и передней. Плюс мою лысину гораздо четче, мне кажется, детализация на S24+. Я розовый какой-то на S9. Моих волосиков по вороте. Ну, такая же ситуация. Там, там люди поют. Вы посмотрите. Там музыкальная школа. Цвет, да, видите, что творится? И орут, что там музыкальное. Это, конечно, жесть. Ну-ка, блин, если я могу перевернуть, надо было бы ставить видео на стоп, что пипец как неудобно. Смотрите тоже на небо, да? Видите, насколько картинка более проработанная HDR-ом. Зато мое лицо, оно как-то темновато на S24+, если честно. Сейчас нет, это оказалось на экране телефона, на после съемки. Видно, что здесь все гораздо хуже. На S9+, мне нравится, да и цвет лица, мне тоже на S9+, смотреть, как нравится. Сейчас все изменилось. О, тряски. Вот, смотрите, какая ситуация, если я типа бегу, как я трясусь там и там. На S24+, тряска была хуже. И так, понятно. Теперь идем к фоторежиму. Получается, мы имеем следующее. Ужасная фронталка в плане, ну она не ужасная, но она плохая. На фоне S24+, конечно, все-таки опять огромный прогресс по видеосъемке, по цветам, по цветопередаче лица и так далее. И вот даже траву вы смотрите, да, на S24+, она как бы, ну такая, более раздельная. А здесь это все-таки превращается все больше в одну какую-то кашу. Хотя, в принципе, еще и неплохо. Если брать фонда, ну тоже темно, просто очень темные снимки. Хотя, на самом деле, было небо пасмурное, и это, в общем-то, похожая картинка на правду, но хочется, конечно, больше цветов, больше яркости. Касательно зума тоже максимального, гораздо лучше рассматривать какие-то детали вдалеке. Вот, видите, здесь вот даже швы сварки видно. Потом, ну то же самое. Да, человека мы вот здесь вот приближали, тоже по цветам. Видите, насколько разная картинка, насколько S24+, подкрашивает траву, забор. Оно прям красит, красит, красит все, что только можно. Искусственный интеллект, он, конечно, не идеален. Здесь забор где-то был, где-то зарисовал его. Здесь, наверное, 9+, такого как бы, ну тоже, да, происходило всякое с забором. Вот такие вот дела. Очень перекрашенная картинка. Был серый пасмурный день. Супер-супер все яркое. Зачем-то сделалось. Не понимаю, зачем. Но зато можно лучше прочитать номер дома. Здесь это вообще непонятно что. И тут все-таки видно, что цифра 11. Хотя я не уверен, что дом был 11. Потому что если мы будем смотреть вот здесь, тут явно нарисовано что-то другое. А здесь уже искусственный интеллект решил, давай, когда 11 дорисую, сделать две четкие палки. Касательно цветов в плитке, мне на S9+, плитка цвета нравится. Касательно неба, тоже везде отработано хорошо. Но здесь, смотрите, видно, как, вон, что творится. Видите, как деревья хорошо видно. А здесь HDR никакой. Ничего не видно. Дальше. Содержимое мусорки. Проверяем на наличие микробов. Да, бактерии имеются на S24+. Я могу их разглядеть лучше. Так. Снова небо. Ну, здесь хорошо везде. Но вот смотрите на дом, да, на его текстуру. На S24+, и на S9. А что с яркостью на S9 случилось? Он какой-то тусклый стал. Он что-то потусклел, как будто бы сильно. Как-то прям тускленько выглядит. Здесь вся эта картинка намного ярче. Вывеска тоже красная. Видите, насколько краснее. Хорошая картинка. И немножечко магазинных вещей. S24+, продолжает чуть-чуть перекрашивать. Чуть-чуть вот таки она желтенькая сделала все. Пиццу. Вот тоже. Что с цветами на S9 случилось? Ладно, нам S24+, чуть перекрасит. Но он не будет вот так путать цвета, понимаете? Он не будет вот так экспозицию хреново выделывать. Вот. Надеюсь, тоже пофоткал чуть-чуть. Чуть-чуть пофоткал. Боком получилось. Ну, тут в целом все похоже. Как бы какой-то особой разницы нет. Но в целом вы поняли суть. С вами был Диман Масл.